Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. С каждым годом цифры турпотока в республике увеличиваются. Рашид Тимрезов дал поручение сформировать собственно уникальный туристический продукт, раскрывающий исторический и культурный природный потенциал региона. Также необходимо выстроить систему оказания туристических услуг под ключ, включая вопросы транспорта, проживания, питания, которые будут комфортными и безопасными для гостей. Роль транспорта в развитии современного города, низкий тариф и 80-процентную изношенность транспорта обсудили на заседании в Общественной палате Карачаева Черкесии. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России, модератор заседания Илья Зотов рассказал о текущем состоянии транспортной отрасли в слаженностях, возникающих с обновлением состава автобусного транспорта и внедрении перспективных решений и технологий. Участники круглого слова сформулировали предложение по развитию пассажирских перевозок, автобусным транспортом, сельские населенные пункты. Общественная палата России, учитывая высокую социальную значимость вопроса в доступности транспортного обеспечения, подготовит резолюцию, которая будет направлена всем соответствующим органам, отметил Илья Зотов. Мы за то, чтобы было сбалансировано развитие качества транспортных услуг, и сервис был более высокого уровня, и автобусы новые. Но при этом, конечно, планово рост стоимость проезда, потому что это неизбежно. Но пассажир будет четко понимать, он при росте стоимости проезда получает более качественный транспорт, более качественные услуги. Сейчас он увидит только повышение стоимости, но не видит качественных транспортных услуг. Это абсолютно недопустимо, и мы против нарушения балансов, которые сложились на данный момент на рынке автобусных перевозок. Это все-таки рабочие места, это семьи, это большое количество людей, которые задействованы в этом процессе. Не нужно рубить с плеча, нужно смотреть на эту ситуацию сверху и находить возможности для развития бизнеса. На базе второй пожарно-спасательной части завершились ежегодные соревнования. За звание лучшего звена газодымозащитной службы поборолись 9 команд со всей республики. Какая команда стала лучше, узнала Дарья Тендит. Звено газодымозащитной службы является неотъемлемым и важнейшим подразделением специальной службы пожарной охраны. Соревнования входят в обязательную подготовку, поскольку не просто определяют лучших, но и показывают направления, в которых данная служба может развиваться с учетом современных подходов к тушению пожаров. Это своего рода стимул. Каждый сможет показать, на что он способен в сложных условиях. Важно, чтобы сохранился дух и сплоченность команды при прохождении испытаний, отметил Мурат Шенкао. Сегодня мы проводим первый этап региональных соревнований. Название «Лучшее звено газодымозащитной службы». Соревнования проводятся среди пожарно-спасательных подразделений нашего территориального гарнизона. Прохождение практических этапов – это не просто соревнования. Сотрудники отрабатывают и оттачивают навыки, которые после применяют в реальной работе. Ведь любая ошибка может стоить человеческой жизни. В течение 15 минут команды должны были пройти полосу препятствий, которая требовала действий как при реальном пожаре. Участники проходили испытания в полном обмундировании весом более 20 килограммов. Какой этап для вас оказался наиболее сложным? Наверное, теплодымокамера. Это всегда сложно. Нормально. Это наша работа. Мы должны этому обучаться. На пожаре не выкладываешься на 50% или на 10%. Там мы всегда выкладываемся на 100%. В этом году команды имитировали вскрытие дверей путем резки металлической арматуры, преодолевали забор более двух метров, ликвидировали условный пожар, используя огнетушитель. Также отрабатывали действия в лабиринте теплодымокамеры. Теплодымокамера – это тренажер, который имитирует ситуацию реального пожара. Плотный дым, громкие крики и шум, способный дезориентировать сотрудников. Заключительным этапом полосы препятствий стало выполнение тактической задачи. Два человека из команды в полном обмундировании поднимались по пожарной лестнице на третий этаж учебной башни. Они должны были эвакуировать подготовленный манекен со значительным весом – около 85 килограммов. Оказав ему вначале первую медицинскую помощь. После выполнения испытаний участники всем звеном двигались в сторону финиша. Прохождение всех испытаний строго контролировали судьи. Они оценивали временные показатели и четкость действий. Ну, конечно, не легко, но это наша работа, что делать. Как сейчас ваше самочувствие? Нормально, отлично. В конце соревнований провели подсчет результатов теоретических и практических этапов. По итогам состязаний были объявлены победители и призеры. Так, первое место заняла команда второй пожарно-спасательной части города Черкеска. Второе место получил Хабецкий пожарно-спасательный гарнизон. Третье место у пожарно-спасательной части села Учки-Кен. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза. В отдельных районах сильные с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер северный 6,11, температура ночью 10,15, а в горах до плюс 9, а днем 17,22 градусов тепла и местами до плюс 14. В Черкесии кратковременная дождь и гроза, ветер северный 6,11, температура ночью 13,15, а днем 19,21 выше нуля. Она сопровождает человека от колыбели до школьной скамьи, а зачастую остается в нашей жизни навсегда. Эта кукла появилась, эта кукла, появилась она около 5000 лет назад в Древнем Египте. Создание куклы всегда было тончайшим искусством. Мастера-кукольники издревле ценились, а коллекционеры и любители отдавали немалые деньги за то, чтобы ее приобрести. И сейчас немало авторов, которые создают необычайно красивые куклы. Увидеть куклу своей мечты можно на выставке в Черкесске, которая открылась в музее-заповеднике. Об эксклюзивных изделиях ручной работы расскажет Светлана Шаганова. Сказка начинается с волшебных звуков. Роскошный новый зал будто собрал кукол на царский бал. И кажется, сейчас они оживут и закружатся в вальсе. И правит этим балом замечательная фея, мастер по изготовлению авторских кукол Ирина Неминущая. Она собрала авторов из разных регионов России. Винтажные, будуарные, фарфоровые, современные куклы выполнены в разных техниках. Вот это последняя моя кукла. Мне кажется, она очень такая светлая в русской стилистике. Вообще у меня в планах создать коллекцию кукол национальных, которые соответствуют нашему региону Корчево-Черкесской республики. Но вот пока только русская кукла. Надеюсь, что к следующей выставке смогу представить целую коллекцию кукол в национальных костюмах и всех народностей, проживающих на территории Корчево-Черкесской республики. Ирина Неминущая создает не только куклу своей мечты, но и необычные мягкие игрушки. И каждая забавна по-своему. У меня вот такие вот малыши. То есть он абсолютно подвижный. С ним можно играть аккуратненько. Но он считается более игровой игрушечкой. То есть у него все подвижное. Есть в моей коллекции такие работы. Куклы создаются с нуля, вручную. И автор выступает как скульптор, художник, дизайнер костюма и обуви, модельер, постежор. И так шаг за шагом. И мы видим фантастические образы. Нежные барышни, джентльмены в смокингах. И каждая кукла – неповторимое произведение искусства. Среди множества кукольных лиц есть и будуарные эпохи царской семьи. Будуарные куклы появились в начале 20 века. В то время они были самым стильным аксессуаром в интерьере. И сейчас, благодаря искусным мастерам, будуарная кукла возрождается. Каждая кукла – это неповторимое произведение искусства. Кропотливая работа, требующая от художника не только фантазии, но и солидного мастерства. У всех у нас ностальгия по детству. И многие, наверное, хранят любимую куклу или игрушку высоко на шкафу. И, взяв руки, да, мы вздуваем с неё пылинки. Ведь это вечный подарок из прошлого. Все мы родом из детства. Просто когда вырастаем, вырастают вместе с нами и наши хобби, наши увлечения. Я с детства любила кукол. У меня мама сама из детского дома. У неё своих игрушек не было. И её вот это такое трепетное, нежное отношение к мечте. И вот у Иры выставка называется «Кукла моей мечты». Всё сложилось. Погрузиться в творчество мастеров, увидеть воочию всю красоту и оценить кропотливую работу Ирины Неминущей и всех талантливых людей пришёл министр культуры Зурапа Гербов. Я сам наблюдал, как она сама училась делать эти куклы, просто рассказывала в этом интернете. Потом сама начала ездить на выставки. И, наконец, в прошлом году впервые привезла вот такую выставку к нам. Ну а сегодня уже 150 мастеров. Меня это очень впечатляет. Это практически вся наша страна отправила к нам кусочек своей любви, своей красоты, своего мастерства. Красивые куклы создают не только женские руки, но и мужские. Среди множества мастеров в Карачаево-Черкесию приехал автор уникальных шарнирных фэшн-кукол, кутюрье, стилист Пётр Тишков. Я хочу поздравить черкески, я хочу поздравить Карачаево-Черкесию с таким очередным мероприятием. Каждый, кто прикасается к созданию куклы, мишки, любому рукотворному существу, может почувствовать себя настоящим творцом, вдохнуть жизнь в маленькое существо, которое выйдет из-под его творческих рук. Выставка кукол открывает нам дверь в сказку. И каждый взрослый, почувствуя себя ребенком, и вспомнит свою необыкновенную куклу из детства. Ведь игрушки дарят радость, вдохновение, делают нас добрее и заставляют улыбнуться, и взглянуть на мир иначе. В Республиканской филармонии прошел благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия». Своими музыкальные номера представили воспитанники детских школ искусств города Черкеска. На концерте побывал Алихан Липшоков. Подобные концерты сплачивает общество, и нам приятно, что юные дарования принимают участие в благотворительных мероприятиях, отмечают организаторы. Перед входом в концертный зал в филармонии установлена специальная урна, куда желающие могут внести ту или иную сумму в поддержку семей участников СВО. Благотворительное мероприятие собрало полный зал, и нам приятно видеть, что такую акцию поддерживают жители республики, отметил министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агирбов. Благотворительная миссия мероприятий позволяет каждому зрителю, каждому участнику внести свой вклад в поддержку семей, которых родители сейчас участвуют в специальной военной операции. И инициатива, которая поддержана главой республики, оперативным штабом, мэрией города Черкеска, сегодня воплощается вот в этой череде мероприятий. Вот здесь, рядышком с нами, находится специальный большой короб, который любой желающий может внести сумму, в которой пойдет фонд поддержки семей участников СВО. В свою очередь, заместитель мэра Черкесской Елена Енцин Данильчук отметила, что сегодня наши военнослужащие защищают счастливое будущее, охраняя безопасность нашей страны от неонацизма. Мы гордимся нашими ребятами, смелыми, стойкими, верными сынами Отечества, настоящими патриотами. Всесторонняя помощь военнослужащим и добровольцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, а также их семьям, сегодня главный приоритет. Мы всегда на связи и всегда готовы поддержать наших бойцов и их родных. Юные талантливые воспитанники школы искусств дарили свои яркие музыкальные номера, завораживая зрителей своим мастерством исполнения. Дети активно и с удовольствием готовились к этому концерту, говорят педагоги юных артистов. Для нас, конечно, это очень значимо, потому что это пойдет в поддержку тех, кто воюет в СВО. Мы очень переживаем, желаем им скорейшего возвращения. И наши дети подготовили танец, называется детские конфетки. Они тоже очень переживают, для них это тоже волнительно, но в то же время и ответственно. Они тоже пришли с большим энтузиазмом поддержать наших воинов. Также юные воспитанники школ искусств продемонстрировали свои таланты в игре на различных инструментах. Олег Лепшоков, Олег Малхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. И последнее. В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» продолжается неделя приемов граждан по вопросам материнства, детства, которое продлится до 9 июня включительно. Прием ведут представители Министерства труда и соцразвития Карачаева Черкесии, представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка Республики. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу город Черкесск, улица Ленина, 154, с 10 до 13 часов или по номеру 20 12 12. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Паромщица. Долина мечты». Всего доброго и до встречи в эфире.